В эфире телевизионный обзор новостей в студии Ирина Плеско. Здравствуйте! Представляем вашему вниманию самые значимые события недели в материалах наших корреспондентов. Смотрите сегодня. Излюбленная тема сургутских автомобилистов. Почему отремонтированные в прошлом году дороги приходится делать снова? Проблема с материалами. Очень плохие битумы сейчас поставляют. Аварийные дома и балки как решают проблему ветхого жилья на примере одного поселка. Квартиры хорошие, я бы не сказала, но только с тайги мы вот с этой тайги опять в тайгу попали. Сургутские болельщики переживают за чужие клубы. Причины сложившейся неприятной ситуации. Позови! 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 Он был в Крыму в феврале в составе российской парламентской делегации. В это время там развивались события, которые и привели к присоединению полуострова к России. Вячеслав Тетюкин рассказал нам о подоплеке сегодняшних и еще предстоящих Украине перемен. Я считаю, что это было сделано по заказу Запада. Дело в том, что этот Сашка Биллый настолько одиозная фигура, настолько отталкивающая фигура, что когда мы предъявляем западного обывателя, вот этого, так сказать, суперэкстремиста, стопроцентного террориста, то Запад, конечно, приходит в ужас. Аваков, нынешний министр внутренних дел, который как бы отдал приказ о задержании, он сейчас объявлен врагом номер один этого самого правого сектора. Там люди, которые владеют оружием, которые имеют оружием, которые умеют убивать. То есть Аваков, отдавая приказ, прекрасно осознавал себя, что он подвергает самого себя огромной опасности. Скорее всего, он не стал бы отдавать такой приказ, если бы не было неких сил, которые побудили бы его отдать такой приказ. Украина сейчас находится в тяжелейшем экономическом кризисе. Все правительства последних 20 лет на Украине были некомпетентны и глубоко коррумпированы. Шло откровенное разграбление промышленного и прочего потенциала Украины. Сегодня государственная казна пуста. Евросоюз, несмотря на свои торжественные декларации, готов предоставить Украине несчастных полтора миллиарда долларов в год за шесть лет. В течение шести лет по полтора миллиарда долларов. США обещают в лучшем случае один миллиард. Более того, по американским законам США не имеют права выделять деньги правительству, которое пришло к власти в результате вооруженного переворота. Единственный источник это Международный валютный фонд, который может какие-то деньги дать. Но МВФ предоставляет деньги только на определенных социальных условиях. Повышение пенсионного возраста, повышение тарифов на газ в два раза, повышение тарифов на электричество в два раза и другие такие меры. То есть, все это означает резкое падение жизненного уровня людей. Крыму сразу же после присоединения к России, так сказать, пенсии выросли в два раза, зарплаты бюджетников и прочих тоже начнут расти. И народ немедленно скажет себе, зачем нам Запад? Это приведет к обострению политической ситуации. И поскольку жизненный уровень людей будет неизбежно ухудшаться, я считаю, что неизбежен новый Майдан уже против нынешнего правительства. И как результат этого, скорее всего, все говорят о федерализации Украины. Продолжение следует... Почему? Потому что сейчас Россия очень мощно привязана к импорту различной продукции Запада, особенно продукции обрабатывающей промышленности. Наши экономические отношения с Западом сейчас губят нашу обрабатывающую промышленность, наше машиностроение, нашу автомобильную промышленность, наше станкостроение, нашу авиационную промышленность. Именно поэтому Запад не идет на серьезные санкции. Почему? Потому что нынешнее торгово-экономическое отношение с Западом в пользу Запада. Сургут готовится к летней ремонтной кампании дорог. Чиновники проводят осмотр улиц, которые делали в прошлом году. ГИБДД ежедневно замеряет размер ям и колей. Представители духовенства освещают опасные участки. А водители всецело ругают состояние асфальта. Про то, что он растаял вместе со снегом, не пошутил только ленивый. Однако полноценная весна еще не наступила, а новые ямы уже выросли как подснежники. Дарья Давыдова расскажет, станет ли в этом году ездить комфортнее. На прошлогоднюю летнюю кампанию власти Сургута потратили примерно 380 миллионов рублей. Этой цифрой гордились. Средства, которые несколько лет до 2013 года выделяли на ремонт дорог, зачастую и половины от этой суммы не достигали. Ситуация изменилась в году 2012. Кризис закончился, денег стало больше. Однако ямы и выбойны разрослись уже до таких размеров, что за один год ситуацию не изменить. На минувшей неделе специалисты Департамента городского хозяйства отправились на осмотр отремонтированных в прошлом году улиц. Чиновники и подрядчики в один голос заявили, что причина кроется не только в недостатке средств, а они больше не меньше в утере технологий производства качественных материалов. Если вы почитаете специфическую литературу по дорогам, то проблема там описывается очень часто. И сейчас вся страна ищет пути выхода из этой ситуации. Проблема с материалами. Очень плохие битумы сейчас поставляют. В этом году, по заверению тех, кто будет заниматься ремонтной дорожной компанией, Сургут откажется от больших объемов ямочного ремонта, потому что, по сути, толку от него немного. В одном месте дыру заделали, рядом появилась другая. Ямочный ремонт будут применять только на случай экстренных ситуаций. Ямочный ремонт – это вынужденная мера. Вот, допустим, сейчас выпускать подрядчик, где сплошное асфальтирование не позволяет, и температура не позволяет соблюсти технологии. Поэтому, с учетом того, что всех средств не хватает, это латание дыр, мы тоже это понимаем. Но это вынужденная мера пока. 85% дорог в этом году пообещали отремонтировать сплошным асфальтированием. При этом процесс постараются хоть как-то модернизировать. В бой вступят новые и хорошо забытые старые технологии – покрытие асфальта пленкой словесила. Словесил стоит порядка 150 рублей за квадратный метр. Если просто асфальтирование стоит порядка под 1000 рублей, то даже на один год мы продлили срок службы, то это уже экономический эффект. При среднем сроке службы, допустим, 5 лет. Это все, конечно, хорошо, только сделать все дороги за один год не получится. Даже если вдруг деньги на это появятся, а здесь потребуется не один миллиард, закрыть все улицы на ремонт не выйдет. Сургут встанет в пробках. Вместе с тем, качество дорог напрямую влияет на аварийность. В этом даже священнослужители уверены. А ведь они ежегодно освещают сургутские улицы. Именно отвлекаются на то, чтобы где-то объехать какую-то, может быть, яму, где-то какую-то неровность. То есть плохое качество, конечно же, асфальта, на мой взгляд, оно ухудшает положение и, конечно же, способствует тому, что может возникнуть на том или ином участке дороги какое-то дорожно-транспортное происшествие. Делают замеры ям на дорогах сотрудники госавтоинспекции. Если они представляют серьезную опасность, составляют акты и передают их в дорожную инспекцию. Подрядчик, который ранее выполнял работы по улице, обязан устранить нарушения. Как отмечают в ГИБДД, с наступлением тепла на дорогах появились новые выбоины. При этом больше, конечно, страдают улицы с интенсивным движением. Мелкие выбоины, корейность, то есть у нас поражены практически все улицы. Наиболее поражены это, как правило, улица, приближенная к промзоне. Тут у нас улица профсоюзов, Островского, там, где наиболее интенсивность транспорта. Ну, как правило, у нас улицы практически как раз с колейностью и с выбоинами. Там, где основной поток транспорта, въезд и выезд города. Не забыли мы спросить мнение о качестве сургутской дороги и у автолюбителей. На Заячий остров дорога идет, Тюменский тракт, где начинается там очень плохая дорога. Ну, а так, в сущности, город старается. У нас такие условия просто климатические плохие из-за этого. Большинство, да, нормально. Я думаю, Попов молодец. Да, если бы хорошее покрытие ложили бы, еще бы ничего страшного, ничего бы не произошло. А то, видимо, покрытие такое ложат, а морозы ударили, вот оно весь, как говорится, поднимается колесами. Тем более, вся техника шипованная. И что сделать? Отвратительно. Ужасные дороги, много ям вообще, по-моему, такого еще не было, как сейчас. Очень плохие дороги. Делали ремонт? Да что толку делали? Ну, сами же ездили, видели. Очень плохие дороги. Этим летом на ремонтную кампанию в Сургуте запланировано 285 миллионов рублей. На предстоящей неделе директор департамента городского хозяйства Вадим Кочетков собирается поехать в окружную столицу, чтобы решить вопрос о выделении дополнительных средств. В середине мая должны быть определены все подрядчики, которые будут выполнять работы в этом году. В сроках окончания 15 сентября. Дарья Давыдова, Дмитрий Подлесной, Гамзат Магомедов, Сергей Колотов. Специально для телевизионного обзора новостей. Улицы Лермонтова, Чехова, Кукуевицкого и Нефтяников с 1 июня не станут односторонними. Напомним о возможности введения новых правил движения на этих участках говорили на одном из комитетов Думы по городскому хозяйству. Цель разгрузить транспортный поток с северной части Сургута, сократить пробки и освободить место для парковок. Тем не менее, в ГИБДД сообщили, что проезд с односторонним движением может быть организован в районе пассажа для транспортного сообщения между улицами Кукуевицкого и Нефтяников. Это у нас согласование, только первоначальную апробацию, будем так говорить. Это у нас проезд между улицей Кукуевицкого и Нефтяников. Но это еще только все в проектах. В настоящий момент там пешеходная зона. И в дальнейшем, если все вопросы пройдут согласование, то на перспективу, наверное, даже ближе к 2015 году, единственное, где будут запущены односторонние движения, это вот в этом проезде. Народный патруль ратует за безопасность дорожного движения. Наша съемочная группа вместе с ГИБДД города искала водителей, пренебрегающих правилами перевозки детей. Первым водителем, который привлек внимание инспектора ГИБДД, и оказался этот мужчина, сотрудник службы МЧС. Оказалось, что детское кресло в машине есть, но ребенок отказывается пристегиваться. Кресло есть, все. Просто слезла она, и все, расстегнула. Поэтому, видите, я говорю, прошу прощения, в садик, вон до садика надо ехать. Кресло все установлено. Исправив ситуацию, мужчина поехал дальше, а вот нарушителей долго ждать не пришлось. Водитель ВАЗ-2115 вез ребенка на заднем сидении, забыв о том, что в природе существует и детское кресло. Ребенок, ну вот здесь, без специального удерживающего устройства. Вам надо садить, без ребенка. Ну, должно быть специально удерживающего устройства, которое позволило бы ребенка зафиксировать в машине, пристегнуть ремнем безопасности. Это ваш ребенок? Да. Для вашей же безопасности, для вашего ребенка. Этот водитель сам пристегнулся, о своем сыне не позаботился. Он разрешил мальчику ехать на переднем пассажирском сидении, что, кстати, запрещено для детей до 12 лет. Ремень безопасности ребенок накинул уже после остановки машины. Тут рядышком. Тут рядышком. А шторки для чего у вас нет? Так, для красоты. Красота обошлась водителю в 500 рублей. Халатное отношение к правилам перевозки детей в 3000. Между тем, примерно столько же или чуть больше стоит детское кресло. Стоит задуматься о его приобретении. Программу по сносу ветхого и аварийного жилья Сургут к 1 сентября 2017 года выполнит. Для этого нужно расселить и снести всего 23 дома. Речь идет о двухэтажках, поставленных на учет как аварийные, по состоянию на 1 января 2012 года. Но вся соль в том, что это вовсе не значит, что Сургут полностью избавится от непригодного для проживания жилья. Уже после этого в реестр подлежащих сносу попали еще десятки домов. А на них поставленная до 2017 года задача не распространяется. Кроме того, есть еще и балки, которые вообще жильем не считаются. Каким образом их снести? Продолжим в нашем сюжете. Поселок Зеленый Поселок Зеленый – это первый опыт в Югре, когда людей переселяют по коммерческому найму или предоставляя субсидию. Насколько успешной оказалась эта программа, попробуем разобраться. Анатолий Пархоменко живет в поселке Зеленый уже более 30 лет. История типична. Приехал в конце 80-х, устроился работать на предприятии. Жить было негде, построил Балок. Обещали квартиру, но в 90-е кануло в лету и предприятие, и его обещание. Так тут и остался. С женой, дочкой и позднее двумя престарелыми родителями. С одной стороны, уже привык. Ну как, ну вот валенки есть, вот лежат, вот они вот. В валеночках супер, нормально жить можно. Морозы холодновато, конечно, потому что как холодновато? Можно было бы сделать тепло, можно было бы все сделать. Если бы сказали, вот вы тут живете, мы вас трогать не будем, забудем за вас на все оставшиеся. Что хотите, то и делайте. Но когда вот тебя держат на коротком поводке, вот эту кость подсунут, отсунут, ты не знаешь, когда, чего, и тратить деньги, вот просто так, а завтра тебя снесут. Поселок Зеленый стал доминантой окружной программы по сносу балков. Во-первых, здесь их всего 11. Во-вторых, он старый. В-третьих, географическое положение, северная промзона. Место не совсем для жизни приспособленное, мягко говоря. Альтернативы жителям, собственно, предложили две. Субсидия и коммерческий найм. Депутат городской думы Дмитрий Похотин, который представляет интересы жителей поселка, объяснил разницу. Программа начала действовать именно с Зеленого, то есть в других массивах она не действовала. В принципе, предлагается два варианта. Либо предоставление жилья в коммерческий найм, то есть его потом приватизировать невозможно, а можно только выкупить по рыночной цене. Либо получение субсидии. То есть люди, в принципе, больше, конечно, склонались к варианту субсидий, но тоже был подводный камень. Это та же самая проблема, с которой мы сталкиваемся по аукционам, по муниципальному ветхому жилью. То есть субсидия из расчета 52 тысяч метров. И когда пересчитывается на наши фактически 80 тысяч, получалось, что субсидия им компенсирует только половину квартиры. Единственным возможным вариантом переселения называют коммерческий найм или субсидию для жителей поселка власти всех уровней в Сургуте. Недовольны были многие. На субсидию жилья не купишь, а за коммерческий найм надо еще платить рублей по 15 за квадратный метр. Это помимо квартплаты. Выкупить при желании можно, но только внеся половину от полной стоимости жилья сразу. Вторую в течение 10 лет. Неподъемно для пенсионеров. У них нет выхода. Нас как телят. Вот собрались, погонщик пришел, будем гнать туда. В это стол мы вас загоним. И они идут, потому что все пенсионеры. Им выбора нету никакого. Им суду никто не даст. Им лучшего жилья никто не даст. Откажись здесь жить, неизвестно куда еще. Это понимают и люди. Из 11 семей большинство согласились стать нанимателями и уже получили ключи от квартир. Кто-то даже не от одной. Местом для переселения стал поселок Юность. Квартиры хорошие, я не сказала, но только с тайги. Мы вот с этой тайги опять в тайгу попали. Поселок Юность, улица Саянская. Конечно, люди вон сопротивляемся. Дали нам, как троим, 53,4 сотых там. Ну, 54 на троих. То, что мы пошли, конечно, хорошо. Сыну отдельную дали студию. А потому что трехкомнатных квартир нету там. Двое, в том числе и Анатолий, своего согласия на переселение пока так и не дали. А всего на эти цели из окружного бюджета направлено 33 миллиона рублей. Немалые деньги. А сколько понадобится еще? Всего в Сургуте чуть больше 700 балков. Если 11 обошлись в три десятка миллионов, то эти можно примерно посчитать. Между тем, денег Сургуту на их снос в этом году не выделено. Ситуация по балкам, на них федеральные деньги не выделяются. Это окружная программа, как вы знаете, пролоббировала, выстрадала, скажем так, это наш губернатор Владимир Комарова. К сожалению, на 2014 год округам не выделено ни копейки. Вот это по состоянию на 19 марта. Сейчас проходит соглашение по ЦИК-прессу, по району. Затем рассматривается возможность по поселку Юность. Ну, это более-менее такое, как бы глобальное, нигде один-два, либо дом, либо балки. Кроме того, нужно различать балки и аварийное жилье. Если первые вообще домами не считаются, это приспособленные помещения, о них разговор отдельный, то с двухэтажками ситуация несколько другая. В марте Сургут посетили полпредпрезидента в Уральском федеральном округе Игорь Халманских, губернаторы Тюменской области и автономных округов. Тема совещания – снос аварийного жилья. На 1 сентября 2017 года такие дома должны быть снесены. Но только те, которые были поставлены на учет до 1 января 2012 года. В Сургуте таких всего 23. По Югре, конечно, намного больше. На задание президента нам нужно около 5 миллиардов рублей, это 187 тысяч квадратных метров жилья. Худ исполнения этой программы говорит о том, что у нас есть высокие шансы справиться с этой задачей. А ведь уже после 1 января 2012 года множество строений также были признаны непригодными. Всего в Сургуте около 500 домов считаются ветхими и из них аварийными около 200. Конечно, на все денег не хватает. Все-таки участие федерального бюджета в этих программах, наверное, тот инструмент, от которого отказываться нельзя. И, судя по объему проблемы, скорее всего, нам пригодится и на последующие годы, после того, как мы справимся с задачей по сносу жилья, переселению людей, зарегистрированных таковыми до 1 января 2012 года. Я, по крайней мере, с таким предложением обращалась, если еще удастся при этом сократить административные барьеры. По словам губернатора, большое количество ресурсов направляется на покупку социальных квартир муниципалитетами. Но в прошлом году Сургуту пришлось вернуть сотни миллионов, поскольку ни один аукцион по покупке квартир не состоялся. В этом пока неизвестно, как будет, но варианты есть. Представитель одной из строительных компаний, в принципе, предлагал вариант, что мы готовы построить под проект жилье по 52 тысячи, согласно тарифу, если нам будут предоставлены участки уже с инфраструктурой. По сути дела, он и предлагает вариант, когда застройщикам выступит город, то есть он решит проблемы с земельным участком, он решит проблемы с инфраструктурой, а строители готовы построить. Как только удастся снизить стоимость социального жилья, это наверняка повлияет и на общий уровень цен на рынке недвижимости. Пусть не сразу, но повлияет, и цены снизятся. И тогда, пусть уже и не Анатолий, но жители других болочных поселков смогут купить себе на субсидию устраивающее их жилье. Возможно, время это наступит совсем скоро. Артем Высоцкий, Вячеслав Шаркунов. Специально для программы «Телевизионный обзор новостей». Для того, чтобы улучшить свои жилищные условия, сегодня можно стать участником ипотечных программ. Тем, кто берет кредиты на жилье по госпрограммам, положена господдержка. Только оказалось, что из списка на получение субсидий вас могут попросту исключить. Главной темой общественных слушаний в Сургутской филармонии, которые прошли на этой неделе, стала принята в прошлом году в Югре жилищная программа «Доступное жилье молодым». В том числе обсуждалась и ипотечная несправедливость. И вот что интересно, прессу на общественное слушание не допустили, несмотря на то, что сургутяне требовали присутствия СМИ. Наш корреспондент узнал, к чему пришли и будут ли перемены. Недочеты ипотечной программы «Доступное жилье молодым» стали главной темой общественных слушаний. По достижению 36-летнего возраста ее участников исключают из списка получателей субсидий. На государственную поддержку, по данной программе, за последние годы было направлено более 8 миллиардов рублей, а именно 8 миллиардов 100 миллионов рублей. Исключенных из «Доступного жилья молодым» уже почти 2,5 тысячи. Того же в этом году ждут еще сотни человек. Мне кажется, в нашу пользу все равно ничего толком и не решится. Они сейчас в данный момент просто хотят до конца дотянуть время выплату этих вот. И там уже и 15-й год наступит, как бы заканчивают эти программы. И все, и просто, просто ничем это закончится, ничем. Ничего толком мы здесь и не порешали. То есть нас не хотят слышать вообще, ну никак. То есть они как из пустого порожня переливают, а что вот конкретно решить эту проблему, никто нас слышит и не хочет. Возмущенные люди начали писать во все инстанции, даже обратились в суд. Однако заседания, которые тянулись несколько месяцев, бывшие участники «Доступного жилья молодым» проиграли. Адвокат, тем не менее, не считает, что все потеряно. Толкование идет данного закона двоякое, да? Но у нас есть положение судебной практики, которое говорит, что если двояко толкуется закон, он должен трактоваться в пользу гражданина. Фактически формулировка, которая содержится в законе, она может пониматься с точки зрения возможности стороны ипотечного агентства, исключая таких граждан из списка семей. А также нам может пониматься, что фактически гражданин именно по этой норме закона исключен быть не может. Проигравшие суд не собираются останавливаться. Если понадобится, пойдем и до Верховного суда, заверили они. Предложение о населении запротоколировали и направили в общественную палату Югры, которая и организовала слушание. Не исключать из единого списка участников программы «Доступное жилье молодым» семьи, в которых возраст хотя бы одного из супругов достиг 35 лет, если данной семьи выполнили основные требования программы. Также предложение восстановить в едином списке участников программы семьи, исключенные из него, при достижении одним из супругов 35 лет, если данной семьи также выполнили основные требования программы. Обсуждая новую окружную жилищную программу, участники слушаний предложили помогать многодетным семьям, родителям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, а также учитывать в ипотечных программах цен заседлости проживание на территории Югры не менее 15 лет. Нения югорчан обещали направить правительству. Будут ли приняты поправки и в какие сроки, участникам не сказали. Дарья Давыдова, Сергей Колотов, Денис Зонов. Специально для программы телевизионный обзор новостей. Смотрите далее в нашей программе. Забота о коренных народах. Как проходят медосмотры в поселениях Сургутского района? Нами предусмотрены все специалисты, то есть для детей. У нас детский доктор, педиатр, нефролог она же, невролог, окулист. Что такое хорошо подкованный медицинский персонал? Тот, который кушает сахар и морковку. Он так обрык и полюбил, просто все. Вот ему больше он ковына, кроме этой лошадки. Все, он с ним нашел общий язык. Сургутские болельщики переживают за чужие клубы. Причины сложившейся неприятной ситуации. Коренные народы Севера прощаются с зимой. В Югре это праздник с национальным колоритом. Одним возможность культурно отдохнуть, врачам повод для работы. Больше 10 лет на ежегодный праздник оленеводов и рыбаков в поселок Рускинская выезжает бригада Сургутской клинической окружной больницы. О их работе и расскажем в следующем сюжете. Праздник в поселке Рускинская – событие масштабное. Только в этом году его посетили более 9 тысяч человек. Главные участники действия – коренные народы Севера. Приятное здесь совмещают с полезным. И врачи, пользуясь случаем, проводят медосмотры. У нас ежегодно составлен график выезда по Сургутскому району, по всем населенным пунктам, по отдаленным, труднодоступным регионам. Часть специалистов располагаются в помещении поселковой амбулатории, где хранятся все карты пациентов и ведется учет посещения ими лечебных учреждений. Из самых отдаленных и труднодоступных стойбищ в Рускинске приезжают целыми семьями – от мала до велика. С особой заботой и вниманием врачи осматривают малышей. Конечно, хорошо, чтобы нам не было далеко ездить, что отсюда из Рускинских ехать до Сургута очень далеко. И транспорт нужен с детьми, и тяжело добираться. Хорошо, конечно, сюда приезжают врачи, то что здесь на месте проходим, и не надо никуда выезжать. По программе модернизации здравоохранения Сургутской окружной клинической больницы был выделен КАМАЗ-модуль. Это практически высокотехнологичная передвижная поликлиника. Диагностический отсек оснащен современным оборудованием, в котором проводятся ультразвуковые исследования внутренних органов. Лабораторное отделение оборудовано современными анализаторами, а в гинекологическом кабинете есть кальпоскоп. Он позволяет проводить исследования патологий шейки матки у женщин. Там же разместились флюорографическая установка и маммограф. Нами предусмотрены все специалисты, то есть для детей. У нас детский доктор, педиатр, нефролог она же, невролог, окулист. Отбор ведет данное время на оперативное лечение. Не обязательно выезжая в Сургут, зав. отделением принимают здесь, записывают очередность. То есть уже запланируется на оперативное лечение. Что немаловажно, то есть доступность для коренных населения, я бы сказал, полная. Там мне, например, самый первый окулисту надо сходить. Ну вообще это хорошо, что приезжаете? Ну так конечно хорошо. Проверяют тут на месте хоть. Около тысячи человек от коренного населения бывают на праздники, и нагрузка врачей от обычной увеличена втрое. Только на приеме у окулиста в первый день побывали 65 пациентов. Анализируя диспансеризацию, специалисты отметили положительную динамику в состоянии здоровья коренного населения. Возросло доверие к рекомендациям врачей. Наталья Бабушкина, Анна Максимова, Рамиль Нуриев, Сергей Коликов. Специально для программы телевизионный обзор новостей. Лечение с помощью лошадей. Детей с тяжелыми заболеваниями ставят на ноги, причем буквально. В Сургуте и в поселке Белый Яр. Здесь находятся необычные реабилитационные центры для людей с ограниченными возможностями. Медпрофессионал хорошо подкован и не носит белых халатов. Цвета униформы от вороного до белоснежного. И что особенно радует юных пациентов, врачи не пичкают их лекарствами, а сами охотно берут из их рук сахар или морковку. Ксения Бетюгина оценила эффективность такого лечения. Белоснежный коня Брек выходит катать детей почти в любую погоду. И зимой, и летом, если только на дворе не лютые морозы. Потому что специально к нему, как за последней надеждой, своих детей с разными диагнозами привозят родители. На конно-спортивной базе, говорят, какие бы современные методы лечения не применялись, самые видимые результаты достигаются после общения с конем. 30-летний Сергей с каждым днем держится в седле все увереннее. Хотя еще 7 лет назад он мог об этом только мечтать. В первый свой приезд в конюшню сразу обратил внимание на белоснежного красавца. С тех пор они не расстаются. Он так обрека полюбил, просто все. Вот ему больше никого не надо, кроме этой лошадки. Он с ним нашел общий язык. И лошадь его понимает, и он его понимает. Ведь всякое бывает на тренировке, что лошадка чего-то испугается. Но этот нет. Этот вел себя всегда спокойно. Сначала Сергей ездил без седла. Так начинают занятия с лошадьми люди с ограниченными возможностями. Без посторонней помощи он на коня забраться не мог. Упражнения давались тяжело. Но близкие люди и тренер поддерживали стремление парня. Там, где традиционная медицина оказалась бессильна, помогли лошади. Стали для него живым лечебным тренажером. Молодой человек с врожденной задержкой в речевом развитии стал больше разговаривать. Пока не идеально. Но и это большой прогресс. Да, большинство. А мы все понимаем. Чувствуем. Добро. Лошадка добра. Коня Брек уже многим родителям Сургута и Сургутского района дал надежду на спасение их детей. Сеансы по терапии – это часовая прогулка на лошади и выполнение нескольких упражнений на растяжку мышц. Некоторые детишки поначалу боятся, но страх быстро преодолевается. При общении с лошадью у ребенка нет ощущения, что его лечат. Животные для занятий и по терапии подбираются с особым характером. Для занятий и по терапии подойдет не каждая лошадь. Это должно быть спокойное, уравновешенное животное, чтобы человек, садясь в седло, будь то ребенок или взрослый, не чувствовал себя в опасности. Лошадь, которая лечит, должна быть сама абсолютно здорова. Обязана ничего не бояться и полностью доверять людям. Чтоб она чутко его чувствовала и понимала, как он сидит, как он управляет руку, ногу. И он ее должен чувствовать. Ведь это очень много значит, особенно для таких детей. Теперь на прием к необычным терапевтам записываются в очередь. В день здесь принимают не больше пяти пациентов. На всех желающих в клубе просто не хватает питомцев. За время посещения Сергей прошел десятки курсов. И лошади для него теперь лучшие друзья и врачи. Именно они помогли ему почувствовать уверенность в себе. Молодой человек добился победы не только над своими слабостями, но и завоевал множество наград на спортивных соревнованиях. А его безупречные осанки и умению красиво держаться в седле могут позавидовать даже здоровые люди. Ксения Битюгина, Сергей Колотов. Специально для программы «Телевизионный обзор новостей». Он всегда спешит на помощь в любую погоду, при любых условиях. От него зависит буквально все – порядок, настроение, обед, здоровье. Сегодня герой нашей постоянной рубрики «Люди Югры» – социальный работник. Про пылесосив ковры, Светлана спешит опрыскать болгарскую розу. Цветок очень дорог хозяйке квартиры – Августе Терентьевой. К ней, как и к десяткам других своих подопечных, Светлана прибегает каждую неделю помочь по хозяйству. Выполнив сухую и влажную уборку, соцработник помогает цветоводу. Если остается капелька времени, еще и поболтают. Помимо того, мы, конечно, с ней всегда обсуждаем все события. Все то, что я узнаю, я рассказываю ей о новостях и городских, и, в общем-то, такого российского масштаба. Делимся семейными своими делами и секретами. Поэтому она у меня как вторая дочь. Два года назад социальная организация перешла на бригадное обслуживание. Пять отделений обслуживают порядка 600 сургутян. Существуют мини-бригады, которые осуществляют разные услуги. Это продукты, доставляют и приобретают промышленные товары, гражданам уборочки делают, все, что на дому – стирки, глажки, помощь в управлении документов осуществляют и лекарственное обеспечение. Граждане довольны. Есть, конечно, некоторые, бывают на адресах некоторые поправочки граждане пожилого возраста и инвалиды. Они сами по себе. Это очень интересная категория, да, возрастная. Со всякими просьбами пенсионеров Светлана уже научилась справляться. Если надо, и пуговицу пришьет, и искупаться старушке поможет, и ужин приготовит. Однако долго засидеться у клиента помощнице не получится. На все есть лимит. Уборка однокомнатной квартиры, сухая уборка, в пределах 30 минут. Влажная уборка, тоже однокомнатная квартира, не больше 36 квадратных метров, 40 минут. Транспорт соцработнику не выделяется, только проездной на автобус. Можно и пешком, если погода позволяет. А еще стараются маршрут разработать так, чтобы подопечные одного помощника были в одном или хотя бы в соседних районах. Расслабляться некогда. И мы стараемся наших клиентов поддержать, а в то же время и они нам дают очень много сил, потому что это очень интересные люди. Они прожили трудную жизнь, пережили войну, поэтому много интересного знают. Несмотря на издержки профессии, Светлана всегда на позитиве, которого хватает еще и на подопечных. А трудностям она лишь улыбается. Бывает. Ну ничего. Справляемся. Екатерина Любешева, Сергей Коликов. Специально для программы «Телевизионный обзор новостей». Болельщики мини-футбольного клуба «Факел» оказались по ту сторону от сургутской команды. Неприятная ситуация сложилась вследствие отсутствия в команде местных спортсменов. Инициативная группа даже написала письмо президенту команды. Ситуацией разбирался Дмитрий Круковец. Непривычная для обывателя ситуация. Местные болельщики поддерживают не свою команду, а соперников. Так было в матче против московского «Спартака» в середине октября прошлого года. В столице играют три сургутских воспитанника. Артем Шевченко, Никита Кузнецов и Артем Неязов. Аналогичная ситуация сложилась и в матче с Владивостокским «Портовиком» 26 марта. В составе «Приморцев» тоже играет сургутянин. В течение двух лет Александр Катане выступал за «Факел», но ушел. Появилась новая команда в высшей лиге. Поступило интересное предложение, я принял его. Но «Факел» это моя команда, мой родной город. Все равно для меня особенные чувства играть против команды, где я провел два года. Инициативная группа болельщиков написала открытое письмо на имя президента клуба Игоря Иванова. В нем просьба обратить внимание на результаты клуба и отсутствие в составе местных футболистов. Озвучили две проблемы. Это отсутствие местных воспитанников в нашем клубе, в нашей команде и отсутствие должной поддержки. То есть информации о команде крайне мало. Мы не знаем элементарно, когда команда играет, какие цели она преследует. Болельщики, которые в игре «Факела» с «Портовиком» поддерживали Владивостокскую команду, солидарны с авторами письма. Нет там сургутских игроков, вообще не за кого болеть. Нет принципиально позиция сургутской публики. Сами футболисты и это наш протест. За «Портовик» играют сургутские футболисты. Пацаны, которые здесь выросли, здесь занимались футболом. Сейчас выступают за клубы, которые кое-как он держится. Шесть человек приезжают на игру и вырывают победу. Владивостокская команда, идущая на седьмом месте, испытывает огромные трудности с финансированием. В Сургут приехали всего шестеро футболистов. В итоге, меньше чем за сутки до игры, Российский футбольный союз лишил приморцев дальнейшей борьбы за медали, исключив из плей-офф. Это не помешало «Портовику» в течение матча вести в счете. Лишь в конце второго тайма «Факелу» удалось уйти от поражения. Матч довершился со счетом 4-4. Нам тяжело на протяжении уже нескольких сезонов. Это просто игровые проблемы и все, в принципе. Да, мы знали, что мы попали в плей-офф, но качество игры это не меняет наше. То есть проблемы существенные у нас. А в следующем сезоне «Факел» может остаться и без Зинченко. Капитану команды, как одному из лучших снайперов лиги, поступает множество предложений от других команд. У меня на данный момент много предложений. Я не могу называть клуб, потому что у меня есть действующий контракт. Но со стороны «Факела» никаких предложений пока не было. Так что я играю пока в стане «Факела» и буду прикладывать все силы, сколько у меня есть. А если не проследую предложения, то я буду рассматривать другие варианты. Слава Богу, что они у меня есть. А болельщики мечтают о возрождении сургутского футбола. Команды, в которой выступали бы не только приезжие, но и местные спортсмены. Я рад за своего воспитанника. Я был бы гораздо больше рад, если бы наши остальные все ребята здесь играли. Такие, как Ниязов, Кудзиев, Катане. Если бы они все играли здесь в Сургуте, это еще целый ряд ребят. Здесь бы была прекрасная команда. «Факел» тем временем заменит «Портовик» в матчах на вылет. В первом раунде сургутская команда встретится с победителем регулярного чемпионата – Новоуренгойским «Ямалом». Первый матч уже 4 апреля. Дмитрий Круковец, Сергей Коликов. Специально для программы «Телевизионный обзор новостей». И в завершении коммерческой информации для кого-то она окажется очень полезной. Ипотека – легкий старт. День «Сургутнефтегазбанка» прошел в торговом центре «Аура». Праздник провели по принципу «Все включено». В одном месте предоставлялись консультации по всем вопросам, подбирались варианты недвижимости, оформлялись кредиты со страховкой. Для гостей устроили развлекательную программу. Проведение СНГБД уже стало доброй традицией. Такие праздники проводятся ежеквартально. Темой этого дня стала ипотека и все, что с ней связано. На улице весна, которая наконец пришла в нас в северный город суровый. Весна – это время обновлений, время чего-то нового. Это когда хочется, чтобы мечты сбывались. И мы рады помочь нашим клиентам, нашим друзьям в осуществлении их желаний. Дать дополнительные возможности для этого. А возможности предоставили самые разные. В одном месте люди могли проконсультироваться у специалиста по вопросам кредитования, страхования и приобретения недвижимости. Получить скидку на процентную ставку по любой из ипотечных программ Сургутнефтегазбанка. И тут же оформить заявку на кредит со скидкой. На наш взгляд это очень удобно. Когда посетители, приходя в торговый центр «Аура» за покупками, могут также ознакомиться с лучшими ипотечными предложениями города, а также выгодно оформить ипотеку. С Сургутнефтегазбанком работают многие известные городские застройщики. Такой союз удобен не только для организаций, но и жителей города. Те дома, которые мы сегодня строим, они все идут при софинансировании Сургутнефтегазбанка. Также реализацию квартир обязательным условием для клиентов у нас является ипотека от Сургутнефтегазбанка. То есть специально для нас разработана специальная программа от Сургутнефтегазбанка, которая позволяет людям экономить на процентной ставке, на сроках рассмотрения. Но там еще очень много пунктов. Самая приятная часть праздника – награждение. Подарки от партнеров акции получили дети, участвующие в конкурсе рисунков «Дом моей мечты». Мой дом мечты на дереве. Твой дом мечты на дереве? Замки, бассейны, красивые машины. Сургутские дети рисовали. Очень светлое будущее. Акция – это вы? Акция – это вы. Вы знаете, какие у вас призы? Нет? У вас велосипед, айфон. Игровые приставки, плееры, планшетные компьютеры и велосипеды – подарки были достойными, а главное – нужными детям. Современные дети, современные гаджеты, современные велосипеды – так, чтобы ребенок был в восторге и счастлив, потому что мы любим наших детей и хотим, чтобы они были счастливы. Дети – это, наверное, в первую очередь, что учитывают родители при покупке объектов недвижимости. Немаловажно наличие в районе школ, детских садов, площадок. Поэтому это наше будущее и это первое очередное. Скворечник, качелька, лимон или мыльный пузырь – море идей для застойщиков. Правда, сказочно фантастических, но ведь мечту не запретишь. Специалистов компании «Северстрой» больше всего впечатлили рисунки детей, которые больше всех мечтают о доме. Когда мы отбирали рисунки на сегодняшний день, мы не отбирали именно конкретных детей. Мы смотрели рисунки. Больше всего поразили два рисунка, которые были изображены в виде коллажа. Это оказались рисунки детей, которые больше всего в этом нуждаются. Это с детского центра «Зазеркалье». Было их очень приятно увидеть сегодня. Банк давно зарекомендовал себя как надежный партнер и в социальных проектах. 28 семей мы конкретно переселили за счет средств «Сургутнефтегазбанка». Конечно, мы работаем с гарантией муниципалитета. И банк здесь чувствует себя уверенно. И мы не подводим наших партнеров. Праздник закончился, но приятности остались. На этой неделе стартовала новая акция ТСНГБ, в рамках которой клиентов ждет снижение ставок в среднем на 2%. Самое время оформить кредит на приобретение недвижимости не только в Сургуте, но и в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Тюмени. Екатерина Любишева, Дмитрий Подлесной. Сургут Интерновости. Специально для программы «Телевизионный обзор новостей». Такой была неделя. Информационную картину по традиции дополнит прогноз погоды на предстоящие дни. Я благодарю вас за внимание и желаю больше интересных и позитивных событий. До свидания. Фитоцентр Просковья – это удивительная возможность сохранить крепкое здоровье. Фитожар в кедровых бочках на основе трав и лекарственных растений поможет восстановить иммунитет и предотвратить возникновение хронических заболеваний. В продаже подарочные сертификаты. Ждем вас по адресу улица Республики 78А, телефон 242414. Ресторан «Гнездо Беркута» приглашает отведать блюда русской кухни. Отдохнуть в уютной атмосфере старинных замков с охотничьими трофеями, камином и авторской мебелью. Банкетный зал и вип-зоны. Бильярд и караоке в ресторане «Гнездо Беркута» на проспекте Пролетарский, 4-1. С 31 марта новое удобное расписание рейсов «ЮТейр» в Москву. Вылеты в 6.30, 7.30, 9.30 и 18.00. Из них три рейса в аэропорт Внуково. Хочешь заполучить новенький киосит? Езжай в ТРЦ «Союз» и участвуй в акции с 1 марта по 3 мая. Встречай весну с ТРЦ «Союз». Звоните 94-25-23. Зима еще не кончилась, а в Норке уже все за полцены. Спешите! Мечтаете об итальянском палацце или испанском замке? Оригинальное решение дизайна ваших апартаментов «Керамическая плитка». Настоящий шедевр. Новейшие коллекции в галерее керамики. Галерея керамики. Искусство жить красиво. Современные, стильные, надежные, на любой вкус. Входные и межкомнатные двери. Цены разумные, условия интересные. Сервис гарантированный. Салон дверей на магистральной. Открытый для всех, доступный каждому. Срочно подать объявление? Легко! Просто позвоните 22-22-44. Газета бесплатных объявлений «Ярмарка» 22-22-44. В связи с закрытием отдела меха и кожи в универмаге «Сургут» радостные скидки. На мужские и женские пуховики 50%. На норковые шубы от 30 до 50. А на шубки из меха, бобра и мутона за полцены. Универмаг «Сургут». Улица Рыбников, 16. Телефон 25-06-05. Телерадиокомпания «Сургут Интерновости» представляет прогноз погоды в Сургуте и окрестностях на предстоящую неделю. С 31 марта по 6 апреля. Здравствуйте. В студии Елена Оливанова. Генеральный спонсор прогноза погоды – компания «Жалюзи». Компания «Жалюзи». Жалюзи всех типов. Шлагбаумы, защитные рольставни, ворота. Компания «Жалюзи». Улица Гагарина, 8. Телефон 245-00. Улица Лермонтова, 11-5. Офис 203. Телефон 36-14-47. Новая модель рулонных жалюзи «Зебра». Ознакомиться с образцами и получить консультацию специалистов можно по адресу. Улица Гагарина, 8. Телефон 245-00. На погоду в Западной Сибири в начале недели будет оказывать влияние циклон, доставляя в регион облака, осадки и новую волну согретого гольстривом воздуха. А со среды и вплоть до выходных активность проявит антициклон. В конце периода ожидается солнце, но с большими суточными колебаниями температуры. В начале недели облачно с прояснениями пройдет снег. С переходом в мокрый. В понедельник ночью минус 7, минус 12. Днем минус 3, плюс 2. Во вторник ночная температура воздуха около 5 градусов мороза. После полудня – 0, плюс 5. В середине недели снеговые тучи рассеются. В среду на столбиках термометров ночью 7, 12 градусов мороза. Днем минус 3, плюс 2. В четверг температура ночью 5, 10 градусов ниже нуля. После полудня – минус 2, плюс 3. Бум в Карапузе. Карапуз представляет новую коллекцию одежды Орби. Она отталкивает воду, отражает свет, имеет музыкальные карманы. Покупайте одежду Орби и участвуйте в розыгрыше путевки в Лего Лэнд. В Карапузе новая коллекция для девочек и мальчиков. Одежда, которая подарит комфорт и свободу движения. Теперь ничего не может помешать долгим прогулкам. В конце периода переменная облачность без существенных осадков. В пятницу ночью минус 5, минус 10. Днем на 3 градуса потеплеет. И выходные, субботы, воскресенье. Ночью 4, 9 градусов ниже нуля. Днем минус 1, плюс 4. Фабрика комфорта. Воплощение качества, профессионализма, красоты и удобства. Шкафы-купе, гардеробные, кухни детские. Экологически чистые материалы и новейшие технологии. Модные расцветки и фактуры. Десятилетний опыт собственного производства. И, пожалуй, самые выгодные условия покупки. В честь десятилетия в фабрике комфорта до 31 марта дополнительная скидка 10%. А услуги в два раза дешевле. Делайте ремонт с керамой. Со скидками от 20% на сантехнику, двери, напольные покрытия и обои. Спешите, количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов ТЦ «Керама». Спонсор прогноза погоды. Центр строительных и отделочных материалов «Керама». Город Сургут, Нефтьюганское шоссе, 21А. Я желаю хорошей погоды в вашем доме. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова